С вами Татьяна, и у нас сегодня поговорим пора о пересаде. Сегодня будем пересаживать дендробиум. Для того, чтобы пересадить дендробиум, мне понадобится сам дендробиум, поднос и грунт для орхидеи. Дендробиум пересаживать несложно. Снимаем вот эти опоры, берем горшочек и переворачиваем. Посмотреть корневую. Здесь в этом горшочке очень мало дырочек, и поэтому я решила его пересадить. Мне кажется, что там задерживается влага. Лучше посадить в обыкновенный горшочек для орхидеи, и пускай себе растет, и я буду видеть корневую систему. Корневая система у него неплохая. Я его разламывать не буду, потому что у него хорошие беленькие корешочки. Я его просто поставлю в горшочек и засыплю грунтом для орхидеи. Вот немножко моха у меня есть. Вот так по краю я разложу. Мох. Можно этим же грунтом. Хороший грунт вижу. Не измельчал ничего. Крупная фракция. Хороший грунт. Сейчас вот эти крупные нужно подкладывать туда. На дно горшочком потрясу немножко. Если кому не нравится прозрачный горшок, можно адендробиум поставить в кашпо. Красивое. Он переносит затемнение. Орхидеи любят прозрачные горшки адендробиум. Тоже разновидность орхидей. Но эта разновидность орхидей переносит затемнение. Ему не так нужен светлый корней, как фаленоксис. Вот так побольше. Как раз весь грунт и поместился. Зато не будет застой воды. И он не будет подгнивать корешочки. Все. Пересадку дендробиума мы произвели. И теперь ставим опору. Этот дендробиум будет цвести у меня. Поэтому нужна опора. А цветы у него большие. Он цветет крупными цветами. Белыми. С зеленой серединкой. И много. В каждом междуузле будет пучок цветов. На молодых. Он цветет на молодых росточках. Старые нужно каждый год обрезать. И теперь нужно закрепить к стволику. Вот такой от орхидеи. С точками. По мере того, как дендробиум будет вытягиваться вверх, нужно будет ставить палочку, дополнительную опору. И все время закреплять. Повторяю. Цветы будут крупные, тяжелые. Поэтому нужна опора. Все. Дендробиум мы пересадили. Он готов к цветению полностью. На Новый год он должен зацвести. Стволики утолщенные. Сока в них много. Корни хорошие я вам показала. И сама убедилась. Значит будем ждать цветения. Мне удалось спасти только вот такой череночек. Орхидея дендрофаленопсис. Сейчас мы попробуем ее спасти. Берем спалму мох. И что мы начинаем делать? Насыпаем его в мисочку. И заливаем кипятком. Вот сколько градусов? 66 градусов. Сейчас с чайника зальем мох. Ну так чуть-чуть постоит. Это для того, чтобы убелить все бактерии. Не было всяких бучков, червячков и паучков. И потом уберем его. Хорошенько отжимаем. И будем складывать в кулечик. Вот у меня кулечик, который на защелках. И сейчас я сложу кулечик. Вот я наложила в кулечик. Спахнув мох. Вот таким образом. И будем спасать нашу орхидейку. Дендрофаленопсис. Ложим в кулечик. И одной рукой мне очень неудобно. На моховую поверхность. И чуть-чуть, слегка укутываем ее. Не сильно, видите. Затем защелкиваем кулечик плотно. И таким образом она простоит у нас ровно месяц. Через месяц я покажу, что у нас получится. Видите, пока черенков никаких. Я их на окошко повешу. Возле окна, на свет. И она будет себе стоять в мохе. А вот мох пишут. Видите, природный материал. Очень хороший, удерживает влагу. И хорошо держит. И развиваются корни. Как раз для орхидей. Через месяц я вам покажу, что получилось с нашим дендрофаленопсисом. Прошел ровно месяц. Вот достаем из нашего кулечика. Сейчас покажу, что получилось. Это дендрофаленопсис белого цвета. Сейчас посмотрим. Посмотрите, какие развились корешочки. Вот. Раз, два. Каждое растение отдельно. Теперь можно посадить. Все немножко подержу им. А потом посажу все в один горшочек. И считайте, что мы таким образом спасли нашу орхидейку. Я не ожидала такого результата. Мне очень понравилось. Посмотрите, какие живые, мощные корешочки. Из замученной палочки. Пользуйтесь всем этим методом. Спасибо за внимание. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok